Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Местами плюс один, плюс шесть. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем дождь, ветер северо-западный, пять-десять метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс шесть, плюс восемь. Днем десять-двенадцать градусов тепла. Небывалый урожай наград. Собрали преподаватели и учащиеся детской музыкально-эстетической школы Черкесска. В марте они стали участниками сразу трех крупных музыкальных фестивалей и конкурсов. После наслаждения наградами и короткой передышки юные звезды дали концерт в родной музыкально-эстетической школе, исполнили композиции, принесшие им блестящую победу. Волшебной музыкой насладилась и Маддина Каракетова. Элина Кайчуева любимую композицию играет с большим вдохновением, ведь именно она принесла юной артистке первое место в региональном этапе Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки», который ежегодно проводит Федеральная служба судебных приставов. Проект проходит по трем номинациям – вокал, игра на музыкальных инструментах и хореография. Элина выступила в номинации «Исполнительское мастерство». Проводился в онлайн-формате, мы записывали видео и так отправляли. Было довольно много участников, была конкуренция соответствующая. Я волновалась, несмотря на то, что мы просто записали видео, для меня это было как будто что-то новое. Готовились, получается, с начала года, но не именно на этот конкурс. Мы каждый год выбираем новое произведение, играем его и определяем какой-либо конкурс и только так отсылаемся. Весть о победе Элина встретилась с ликованием, хотя для нее это не первый-единственный конкурс и лидерство. Каждое выступление очень важно для артиста, тем более для артиста, смотрящего далеко в будущее и видящего себя на большой сцене, говорит Элина. Мне сначала мама рассказала, учитель позвонила моей маме. Я приходила в школу, честно, очень уставшая, вообще было не до этого. Мама такая, Элина, вот ты заняла первое место, едешь в Москву. Ну я, конечно, в шоке сразу, как так. Сегодня пришла, мне кубок вручили, диплом. Я прям очень обрадовалась, если честно. Второй тур я еду в Москву, это очень волнительно, честно. Масштаб, конечно, другой, это будет очный, самое главное. Вот, очень волнующий. В успехе своей ученицы уверены преподаватели фортепианного отделения детской музыкально-эстетической школы Черкеска Илеонора Журавлёва. Конкурсы подстёгивают всегда, тем более, если это успешное выступление, то стремятся ещё на какой-то конкурс попасть уже повыше рангом. Мы с Каячуевой Элиной выступали сначала на наших школьных конкурсах. Здесь она в ансамбле со своей сестрой получила гран-при, как бы вот это её подстегнуло. Стали участвовать во всероссийских международных конкурсах. Она участвовала в двух номинациях во всех конкурсах ежегодно. И в фортепианном дуэте, и как солистка. И получала блестящие результаты. Обладательницей второго приза «Хрустальных звёздочек» стала ещё одна воспитанница Елеоноры Журавлёвой Ангелина Тимирова. «Хрустальных звёздочек» «Хрустальных звёздочек» Волшебные звуки, романтическая интермеццо, извлекаемые из фортепиана пальчиками юной пианистки, буквально заворожили слушателей. Мне очень по душе вот такие произведения мелодичные очень, такие душевные. Мне именно нравится вкладывать что-то своё в такие произведения и получать удовольствие от игры. Было очень волнительно, но я собралась силами и сыграла достойно. Было очень много участников, было с кем посоревноваться, но я очень рада, что получила второе место и собираюсь достичь большего. На этом фестивале победителями стали четверо воспитанниц Елеоноры Журавлёвой. «Всегда чувствуешь и удовлетворение, и радость от того, что не зря трудился, не зря все вот эти вот потуги, что называется, и дети бедные, каждую репетицию трудятся, дома много приходится заниматься. Конечно, подготовка к конкурсу очень серьёзная работа». Достойно представили детскую музыкально-эстетическую школу, черкесской и фортепианной ансамбли на седьмом республиканском конкурсе, организованном детской музыкальной школой Московского, который состоялся 26 марта. По словам заведующей детской музыкально-эстетической школы Черкесской Елены Жандаровой, этот конкурс стал долгожданным. Его организация осложнялась в связи со сложившейся непростой эпидемиологической ситуацией, и дети с нетерпением его ждали. «Прежде чем поучаствовать в главном конкурсе, мы прошли отборочный тур в формате онлайн, и уже в новом формате участвовали в самом конкурсе, где все наши ансамбли, а их было всего шесть, все получили призовые места. Второй конкурс прошел 31 марта. Это международный конкурс «Таланты России» в формате онлайн, и там также наши дети стали лауреатами первой степени». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Отлично, как мне кажется». Субтитры создавал DimaTorzok Я сначала чуть-чуть волновалась, но потом нет. Мне понравился конкурс, я волновалась. Мы все сделали правильно, мы все играли хорошо. Я не волновалась, потому что я была не первый раз на сцене. Когда мне вручили медаль, я была рада за свою школу, за своих родных, за себя. Там было очень много детей, но по моему мнению мы сыграли хорошо. Конкурс фортепианных ансамблей, наверное, самый сложный считает Елена Жандарова, потому что здесь важно не просто научить детей играть на фортепиано, но и заставить вместе дышать, вместе чувствовать и думать. Но преподаватели блестяще справились. Я знаю, какой труд стоит за всем этим. Поэтому я, конечно, очень благодарна всем преподавателям в первую очередь за их самоотверженность, за то, что они где-то дома не додают какой-то любви своим родным, а пытаются из детей, из своих учеников вытащить их возможности, показать их возможности. Потому что зачастую даже родители не всегда знают, какие таланты скрыты в их детях. Нам повезло и с родителями. Родители точно так же помогают нам в этой работе. Поэтому, понимаете, когда объявляют результаты и все получают призовые места, то, конечно, это гордость, это даже эйфория какая-то. В общей сложности в трех конкурсах, которые состоялись буквально один за другим, приняли участие 18 детей, воспитывающихся в детской музыкально-сетической школе Черкеска, и заявали они 20 дипломов и медалей. Кроме фортепианного отделения в школе есть отделение народных и оркестровых инструментов, эстретного и хорового пения. Есть отделение и для самых маленьких, раннего эстетического развития. Сюда принимают малышей с трех с половиной лет и обучают английскому языку, азбуке, театр, ритмике, музыке, рисованию и лепке. Малышей готовят к школе, с ними работает логопед и педагог. Мадина Каракетова, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. В Грозном прошел чемпионат СКФО по боксу среди мужчин, 19-40 лет. А в Ставропольском крае прошло первенство по боксу «Юность России». Юные боксеры Марат Хабчаев и Айдамир Каракетов, воспитанники тренера Руслана Каракетова, стали победителями этих соревнований. И эта победа стала для них путевкой на чемпионат России. И сегодня. В эти минуты в нашей студии боксеры и их тренер расскажут моей соведущей Белли Джозаевой о том, как прошли турниры и как идет подготовка к чемпионату России. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Доброе утро, ребята. Руслан, вы пришли сегодня со своими воспитанниками. Представьте, пожалуйста, их. Представлю. Это Марат Хабчаев. Это Айдамир Каракетов. Ну, мы должны сказать о том, что вот эти ребята завоевали себе или, как сказать, выиграли путевки на чемпионаты России. Они выступали в разных местах. Марат, я знаю, выступал на первенстве на чемпионате по боксу среди мужчин 19-40 лет в Чечне. Правильно? И первое место. Айдамирчик? Айдамир. На первенстве ОКУ в свою юность России. Тоже отбор на Россию в станице Суворов. Тоже первое место? Да. Ну, конечно, я вас поздравляю. Это очень серьезные победы. Хотелось бы вот о том, как эти соревнования для вас прошли, чтобы вы рассказали. Вы ожидали от них такого результата? Ну, честно сказать, от Айдамира я ожидал призовое место, но не как первое. Ну, как говорится, человек предполагает, Господь располагает. Достойно выступил, очень хорошо. Легко так, можно сказать, даже играючись, выиграл это первое место. И завоевал тем самым путевку на первенство России. А Марат? Марат, что касаемо Марата, он выступал в 19-40 лет первый раз на чемпионате СКФО. На Марата я рассчитывал, и мои расчеты оправдались. Он провел четыре боя, в трех боях одержал досрочно победу, нокауты, нокдауны. И четвертый бой он выиграл нокдаунами. То есть, тоже отсчитали, не хватило чуть-чуть времени, то есть, как говорится, тоже довершить досрочно. Чуть-чуть не хватило, просто поздно включился в бой, исходя из этого. Ярко выступил очень ярко. Были все в шоке, все довольны, потому что первый раз, в 19 лет, он выступает среди чемпионов, среди мужчин. И сразу первое место. И такие яркие победы с бывалыми, матерыми боксерами. Да, да, да. Марат, ну как для тебя все прошло? Самое сложное, что было на этом чемпионате для тебя? Последний бой или что? Да, последний бой. А с кем ты в финале? С дагестанцем. А что было тяжело? Ну, соперник хороший, сильный был. Вот, подстроиться под него так, сложновато было. Ну, хвалу, всевышним выиграли. У тебя, ты боксируешь левой или правой рукой? Какая у тебя сильнее? Ну, правая рука. Да? Да, да, вьющая, вьющая правая рука будет. Айдемир, а у тебя какие впечатления от вот таких серьезных соревнований? Первый раз выигрываю такие соревнования. Волновался очень сильно перед боями. А вот как ты себя настраивал? Тебе же всего 14 лет. Я понимаю, что в школе ты, может, какие-то экзамены сдавал, но тут такое серьезное соревнование. И как ты себя настраивал? Просто успокаивал себя? Нет, я думал. Смотрел на соперников, подстраивался тоже. И думал, я их одарю, я вам покажу. Правильно? Да. Как давно вы тренируете этих ребят? Как вы давно вообще вместе? Вместе с Маратом 7 лет, с Айдемиром 4 года. Как вы пришли вообще в бокс? Расскажите, Марат, расскажи. В бокс я пришел в 12 лет. Короче, на улице друг, брат есть. Он занимался там тоже спортом. Тоже меня подтянул и тоже потихоньку начал заниматься. И все. А ты вообще с 10 лет, да, занимаешься? Да, здесь. А вот чем нравится бокс? Чему вот учит этот вид спорта вас? Чему учат? Не знаю, честно. Ответственности. Ответственности. А у вас есть кумиры, вот, боксеры? Кумиры? Не знаю, нету, наверное. А у тебя Айдемир? Мухаммед Али, хорошо. Вот. Конечно, на него очень многие поколения боксеров, наверное, равнялись. И еще я хочу спросить у вас. Вот будущее свое вы как-то связываете с боксом? Я знаю, Марат, ты студент, да? Учишься на геофаке? Да, да, в Карачаевске геофаке. То есть ты будешь географом или экологом или биологом кем? Нет. По диплому? По диплому географом, наверное. А так будущее, я думаю, боксом продолжать. Ну, как получится. Профессионально. Да, да. Айдемир, ты уже о будущей профессии думал? Нет еще. Пока только учиться и бокс. Ну, вообще, вот в каких-то перспективах видишь, что бокс – это будет твое будущее? Да. И еще я хочу вас спросить, вот ход поединка можно как-то переломить? Конечно. А как? Ну, как это сказать? Изменяя тактику. Изменяя, да, тактику ведения боя. Насколько строгий у вас тренер? Очень строгий. Какие методы используете, Руслан, расскажите, если они говорят «очень строгий тренер по боксу». Замечания, недовольство, обида. Иногда накричу, наору. И все? Перчатками не пользуетесь? Нет, лапами, лапами. А, вы даже так умеете? Да, лапами. Они же бьют меня по рукам на лапах. Но они-то в перчатках? Да. Ну, и я лапой тоже обратно. Ну, они знают, да, какая у вас рука? Ну, они больше притворяются, что им больно. С криком отбегают, потом улыбаются. Ну, понимают, что могут задеть заживое там. И в таком случае я тоже, нет, нет, отворачиваюсь от них. Тогда уже... То есть не допускают этого момента. Они на примере других начинают уже слушаться четко. Время провождения. Ну, насчет Марата вообще слов нету. Он, как компьютер, нажал кнопку, он работает. Ему сказали, он делает. Совсем потихонечку. Айдемир просто еще молодой совсем. Ну, есть ему с кого брать пример. Они тоже уже привыкают, понимают, что они занимаются не для меня. В первую очередь для себя. Воспитывают свой характер, свое мужское я. Где-то там... Совсем недавно вы же были у нас совсем с другим мальчиком. Тоже... Ульденов Ислан. Чемпионат. То есть у вас там в Жигуте уже своя кузница чемпионов? Ну, вот трое уже с путевками на Россию. Уже три человека отобрались? Три человека отобрались. Это уже точно? Да, да. Но я знаю, что еще кто-то под вопросом, да? Да, да, да. Еще под вопросом мальчики там. Ну, вот то, что они поедут на чемпионат России, это в двух разных местах будет? В трех разных местах. У того в Суздале, у этого в Чите, у этого в Чехове. Три разных возраста и в разных местах Россия. Ну, получается, что сейчас вы полностью будете работать на чемпионат России? Да, с этими троими. В первую очередь. Первым он, у него первенство России идет. Вторым первенство России у Юзденова Ислама. Вот, в прошлый раз с мальчиком был. И третий чемпионат России, уже самое серьезное, уже по мужикам у Хабчаева. Мне остается пожелать вам новых побед. Спасибо. Приезжайте опять с медалями, с первыми местами. Благодарю вас за участие в нашей программе. Успехов. Спасибо. Спасибо. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До встречи.